Всем привет дорогие друзья, вы на канале Сергея Гончаренко и если вы интересуетесь USB флеш накопителями или вам это интересно вот такими вот, Samsung есть 64 гигабайта SanDisk вот так вот, то это видео примерно для вас потому что в данном ролике я покажу вот в этой упаковке есть USB флеш накопитель SanDisk на 64 гигабайта мы его посмотрим более подробно, протестируем и покупался он в Китае и китайских интернет-магазинах и площадках если тебе интересен данный ролик, оставайся с нами и смотри далее итак, в прошлых роликах я показывал вот такие вот флеш-карты флеш-накопители от Samsung на 64 гигабайта отличные оригинальные карты, точнее накопители вот такой вот USB накопитель, который был у меня не так давно тоже на обзоре я им сейчас пользуюсь и в принципе неплохой накопитель и здесь находится еще один такой же USB накопитель на 64 гигабайта SanDisk сейчас мы откроем и посмотрим ролик я в принципе нудными тестами затягивать не буду, потому что такой же накопитель у меня был на обзоре вот он, если хотите можете пройти и посмотреть более подробный обзор но вкратце мы конечно же посмотрим и на эту флеш-накопитель, флеш-память вдруг чем-то он может отключаться по скорости от экземпляра к экземпляру итак, как видим это USB 3.0, 64 гигабайта скорость на чтение заявленная 150 мегабайт в секунду судя по прошлой модели, да, 150 мегабайт в секунду было это оригинальная, настоящая, неподдельная, оригинальная флеш-память от SanDisk единственное, вы сейчас видите вот эти вот все надписи на китайском языке суть в том, что это просто-напросто для китайского рынка чем отличается для китайского и европейского рынка только упаковкой абсолютно ничем, это одни и те же идентичные продукты я сравнивал SD и microSD картах, которые заказывал из Китая и покупал у нас в стране они идентичные, просто меняются только надписи все скорости, все внешние, все идентичны и так, и на тыльной стороне, если вам интересно, можете более подробно рассмотреть единственное, что хочу сказать, что здесь какие-то статистические данные приводятся ну то есть скорость 150 мегабайт в секунду, USB 3.0 и то, что 1 мегабайт это 1000 килобайт, я так понимаю, из расчета дальше USB 3.0 и приводится расчет, что 1.2 гигабайта видеофайл в mp4 формате будет закидываться, не знаю, возможно какое-то определенное количество времени или еще какое-то дальше смотрим сандиск, сайт официальный цен, то есть для Китая, для проверки подлинности вот у нас есть штрих-код можем посмотреть, стереть и все детально посмотреть по тому, оригинальный продукт это или нет так как я покупал у проверенных продавцов и это уже вторая моя USB второй мой USB накопитель, скажем так я делать этого не буду, а мы сейчас быстренько сделаем пару тестов и выясним это все на месте и так, полностью как видите запечатана карта ее никто, точнее накопитель ее никто не вскрывал запаяна еще дополнительно в пленку USB накопитель, чтобы правильно было, вот так вот сандиск смотрите, вот это все, вот это металл, вот это пластик это металл, это пластик, сделано как вы видите для шнурка и для брелка на тыльной стороне, если интересно, смотрите более подробно 64 гигабайта, модель поддерживает USB 3.0, серийный номер значки стандартизации, сертификации и Made in China так, давайте переходить к тестам тестировать я буду на двух ПК, на macOS и на Windows OS и так, давайте стартуем запись, точнее выберем Select Target Drive вот наш накопитель, есть какие-то служебные файлы для бэкапа и SanDisk Secure Access, то есть для безопасного код доступа возможно установки пароля и прочего ладно, выбрали и смотрим, жмем Start по скорости записи, видите 60, 59, 61 мегабайта в секунду дает на запись это сравнимо с прошлым экземпляром и 169, практически 170 на запись, на чтение практически точно так же сравнимо с прошлым экземпляром у прошлого экземпляра те же было, здесь 60 на 168, точно так же и в этом экземпляре 56, 60, 168, 170 грубо говоря мы видим около 60 на запись, около 170 на чтение и так, смотрим на свойства нашей карты точнее USB накопителя 57,2 гигабайта система файловой FAT32 на флешке находится экзешный файл с дополнительным ПО Secure Access так, давайте смотреть с помощью CrystalDiskMark скорости так, первый проход завершен 144 на 31,5 ну, конечно, немного меньше, чем мы видели на macOS все, конечно, может зависеть от первопрограммного обеспечения во-вторых, от железа данного компьютера так как у меня не самый свежий, а точнее, достаточно старенький но USB 3.0 поддерживает ПК возможно, где-то небольшое замедление по скорости и есть ну, как вы видите, 144 на 31,5 и так, второй полный тест пройден и, как мы видим, здесь на запись 133 мегабайта в секунду ну, точнее, на чтение ну, на запись увеличилось практически до 50 47,7 если усреднить, то все характеристики сводятся к тому что здесь где-то на чтение реально около 150 есть и на запись где-то от 30 может колеблеться до 50 мегабайт в секунду дальше мы посмотрим тест H2 TestW и проверим заодно полную реальную емкость и проверим скорость записи и считывания при постоянных непрерывном записи и считывании данных и так, H2 TestW выбираем наш накопитель и выбираем полностью все данные считывание, запись и считывание и обратите внимание скорость записи сейчас 55-56 мегабайт в секунду посмотрим, как будет вообще в процессе не упадет ли скорость при заполнении первого гигабайта так, смотрим, гигабайт у нас уже записан а скорость пока не упала и вот после гигабайта после 1200-1300 скорость немножечко начинает проседать до 45 мегабайт в секунду после 2 гигабайт, как мы видим скорость немножечко просела до 33 мегабайт в секунду ну и здесь уже после 3 гигабайт скорость держится примерно на одном пределе 29-30 мегабайт в секунду и посмотрим дальше уже, как будет по окончанию всего теста и тест у нас завершен то есть полная емкость вполне соответствует заявленным и можно констатировать то, что это нормальный оригинальный USB флэш оригинальный накопитель флэш и так, по скорости как вы видели начало копирования у нас было на скорости 55 почти до 60 мегабайт в секунду потом опустилось до 30 и уже свыше 15 гигабайт скорость была 15 мегабайт в секунду вот такую вот нюанс или особенность данного USB накопителя от SanDisk в отличие от Samsung там скорость стабильная от начала и до конца можно так сказать дальше на чтение с чтением здесь проблем нет 129, можно сказать 130 мегабайт в секунду практически то, что и заявлялось, то и есть также не забывайте, что это постоянная непрерывная запись и постоянное непрерывное чтение вот это вот те минимальные показатели на которые стоит рассчитывать при выборе данного USB накопителя что же по выводам то хочется сказать, что это уже второй USB накопитель от данной фирмы, данная модель первой я пользуюсь уже и в принципе никаких претензий, нюансов ничего у меня к данному накопителю нет и для всех бытовых нужд более чем достаточно если же сравнивать SanDisk с USB накопителями от Samsung то это практически то же самое получается только в SanDisk, как вы видели есть такой нюанс они вначале по скорости быстрее, чем Samsung но в конечном итоге после заполнения на процентов 30 встают медленнее, чем Samsung то есть если вам не для постоянной записи данных то вполне отличная и пригодная флешка и лучше, чем Samsung если для постоянной непрерывной перезаписи и записи информации то будет лучше Samsung в принципе и те, и те флеш-накопители отличные все ссылки на вот эти вот накопители будут в описании под этим роликом на Samsung, на SanDisk и их аналоги, которые я покупал и которые пользуются спросом у большинства покупателей и продавцов если у вас остались какие-либо вопросы замечания, пожелания, предложения по данному накопителю пишите об этом в комментарии под этим видео если у вас есть также опыт использования пишите также под данным видео будет интересно почитать как и мне, так и всем зрителям данного ролика если вам понравился данный обзор ставьте лайки подписывайтесь на наш канал, наши соцсети делитесь этим роликом с друзьями, знакомыми, близкими ведь многим он может быть полезен ну и всем спасибо за просмотр всем пока